Привет, дорогие друзья! Хочу дать пару комментариев на ситуацию, которая произошла, вот этот скандал с Эдзюбой. Меня именно как сексолога, как человека, который занимается секс-просветом, вся эта ситуация очень взволновала и очень на самом деле расстроила. Поэтому я решила записать видео об этом. А что именно меня расстроило? Меня расстроила именно реакция, которая возникает у людей на то, что человек мастурбирует, что взрослый мужчина, зрелый мужчина имеет сексуальность, имеет свою личную сексуальную жизнь. И меня именно возмущает то, что вот пошло вот это фу, фу, вот ты мастурбируешь, это там какие-то комментарии, что я не буду больше пожимать тебе руку, а давайте позвоним его отцу. Ну, понятное дело, что начали уже на этом как-то пытаться ловить хейт, но проблема в том, что, да, меня именно задевает как сексолога, что это вообще тема мастурбации является темой для вот такого шейминга. Что эту тему начинает обсасывать в плане того, что это плохо, фу, посмотрите, дзюбодрочер, отвратительно. Почему меня это задевает? Потому что это лишний раз доказывает, показывает, насколько у нас все-таки тема секса, а, табуирована. Насколько тема именно мастурбации, она табуирована, насколько, насколько необходимо, на мой взгляд, вводить секс-просвет, уроки сексологии в школах, чтобы было понимание у детей, чтобы формировалось у детей, что в этом нет ничего плохого, что это совершенно нормальная потребность человека, потребность мастурбации. Неважно, женщина это или мужчина, у обоих, да, это нормальное, нормальное желание, нормальная потребность мастурбировать. А вместо этого у нас что? У нас огромное количество людей, которые фукают именно на то, что человек мастурбирует. И понимаете, здесь из-за того, что нету восприятия, нету понимания, что это совершенно нормально, происходит такая реакция. Не было бы такой реакции, да, я не думаю, что была бы такая реакция, если бы, не знаю, вдруг, нечаянно кто-то слил, блин, снимки человека, который ходит в туалет. И все бы такие, фу, да ты срешь, да я не буду теперь тебе подавать руку, да, ну бред, никто бы так не реагировал. Но именно на мастурбацию начинают так реагировать. И очень часто проблемы, на самом деле, которые также, с которыми обращаются к сексологу, к психологу, с этой тематикой. И еще раз, вот эта сама ситуация, она еще раз лишний раз показывает, да, что вообще очень много ханженства, что я как бы мастурбирую, но я как бы об этом не говорю, и я считаю, что это плохо на самом деле. Поэтому я буду тоже фукать и говорить, что фу, что за непотребство, да, потому что я считаю, что мастурбация это плохо, хотя сам могу это делать. И разумеется, на самом деле, это же тоже внутренний тогда будет конфликт у человека, но это плохо, но я это делаю, да, и я могу мастурбировать, а после этого у меня еще могут быть неприятные чувства, потому что ощущение, что я сделал что-то плохое, да, и вообще волосы на ладошках, да, вырастут. Да, что сама эта ситуация показывает, что в обществе у нас, к сожалению, еще есть вот такие какие-то лдовые старые установки, что это плохо. И сейчас-то уже, не уже, а еще, сейчас еще приходят женщины ко мне и говорят о том, что мой муж мастурбирует, мой муж смотрит порнографию и мастурбирует, это же фу-фу-фу, это же ужасно, неужели ему не хватает меня? То есть нет внимания, что это нормально. Приходит женщина, да, и тоже, если мы там с вопросами сексологии, с проблемами получения оргазма, и говорит о том, что есть сложность, и я спрашиваю, получение оргазма, я спрашиваю, есть ли мастурбация? Нет, я этим не занимаюсь, да, то есть тоже такое восприятие, что это ненормально, у меня есть партнер, зачем мне заниматься мастурбацией? Мастурбацией занимаются только те, у кого нету партнера, то есть идет такое разделение, что либо мастурбация, либо нормальная, да, нормальный секс, а нету понимания, что может быть и-и, не или-или, а и-и, что это нормально, еще раз хочу сказать, если у вас зрелая сексуальность, нормально мастурбировать. Это совершенно две разные вещи, когда это соло-практика и когда мы вместе с партнером находимся, но за счет вот этих случаев еще больше идет табуирование вот этой темы, еще больше идет прессинга на мастурбацию, и еще больше такими вот такими ситуациями показывается, что вы должны стесняться мастурбации, мастурбация это неприемлемо, это ненормально, нездорово для человека, либо если вы этим занимаетесь, вы не должны никому об этом говорить, вы должны это воспринимать как что-то постыдное. Что еще здесь меня вот возмущает, я начала говорить, что почему еще я считаю, что необходимо бы в школах преподавать уроки, также, чтобы понимали, что это нормальная реакция, и немножечко вот сейчас отойду от темы, но тем не менее, это важная тема, с которой я тоже очень часто встречаюсь в практике, когда уже взрослые клиенты ко мне приходят и рассказывают, Лена, я сейчас тебе расскажу такое, такое, я никогда никому об этом не рассказывала, мне так стыдно за это, я такое делала в детстве. Потом оказывается, что это такое, оказывается, что девочка мастурбировала, когда ей было там 3-4 года, ее застукала мама, либо очень часто это в детском саду, не преподавательница, не учительница, а педагог, в общем, да, педагог, воспитательница. Вот, воспитательница в детском саду, она застала девочку, наругала, самое отвратительное, если это еще и прилюдно сделала, либо мама, которая увидела, ее наругала, либо на нее посмотрела так, и ребенок понял, что вообще он делал что-то отвратительное, а в том маленьком возрасте, если я делаю что-то отвратительное, значит, я отвратительный. Поэтому и приходят уже спустя там 20-30 лет, пронеся вот эту травму сквозь года, говоря о том, что я отвратительный, да, я такое ужасное делал, я ужасный. Но, опять-таки, если, блин, был бы секс-просвет, то там рассказывают, что это нормально, нормально, когда ребенок в 3-5 лет начинает мастурбировать, там нету еще никакого сексуального контекста, вообще нет, это просто про удовольствие. И задача родителей здесь просто ограничить ребенка, сказав, что, поставить гранит, и сказать, что прилюдно это делать не нужно, да. А также о том, что надо, единственное, да, вот, единственное, где надо позаботиться, где, возможно, есть такие звоночки, если это навязчивая мастурбация, если ребенок постоянно мастурбирует, тогда это может быть либо тревога постоянно, и, скорее всего, надо смотреть, а что там у родителей, потому что ребенок тревожится, возможно, мама постоянно беспокойная, возможно, он видит, что постоянно родители ругаются, и таким образом он себя успокаивает. А может быть такая ситуация, что ему скучно, что ребенком вообще не занимаются, и это способ, как он себя развлекает, как он себя отвлекает. Но, опять-таки, это если навязчивая мастурбация обычная, да, дети так делают, и да, это нормально. Ну, в общем, возвращаемся, да, к нашей ситуации. Здесь я тоже хочу сказать, что вот я замечаю в некоторых комментариях, которые дают по этому поводу, что нужно думать о своей репутации. Да, нужно думать о своей репутации, когда ты делаешь что-то публично. Здесь ситуация в том, что он не публично это делал. Здесь ситуация в том, что там взломали, либо без его спроса отправили это видео, тем самым, да, нарушив закон о правах человека, о приватности его, и по-хорошему, да, должны найти и наказать этих людей. И такая риторика, что он сам виноват, да, что он сам виноват в этом. Но смотрите, здесь для меня это слышится, знаете, так же, когда начинают обвинять жертв насилия. Ты сама виновата, сама дура, что одела короткую юбку. Что, мозгов нету, надо было думать, сама виновата. Да, то есть жертву насилия мы выставляем виновной. То же самое здесь, мы выставляем его виновным, потому что мозгами нужно было думать, да, вместо того, что, ну, по сути, человек здесь оказался в роли жертвы на самом деле. И после этого, более того, он еще извиняется, да, извиняется за то, что я вот мастурбировал. Как-то он еще, знаете, сказал, что мы все не без греха. То есть, опять-таки, да, восприятие того в наших головах, что мастурбация это грех. Так не должно быть. Должно быть так, что это нормальная потребность человека. Что еще я замечаю, да, вот в комментариях какие были, что умные люди этим не занимаются. Не снимают видео, что вот есть там преподаватели, педагоги, врачи, ученые. Вот они не будут этим непотребством заниматься, да. А вот люди, у которых, ну, мозгов не очень много, они тогда и будут делать такие вещи. То есть, что здесь происходит? Здесь снова происходит разделение на то, что хорошо в сексе, а то, что плохо. Такое британское, да, достаточно понимание. Но что есть норма, да, получается, есть хорошо, есть плохо, есть какая-то норма. Вот все, что выходит за рамки нормы, да, там, то, что выходит за обычного, скажем так, обычный, если это не обычный вагинальный секс, это вот все уже шаг вправо, шаг влево, то это уже неприлично. То есть, опять-таки, да, и от этого идет снова шейминг, да. Мы будем стыдить тех людей, которые не вписываются вот в рамки вот этой нормы. Но в сексологии нету понятия нормы. Условная, да, скажем так, есть условная норма. Вот так. То есть, на самом деле, норма все то, что подходит вашей паре, все, что происходит у вас в постели и устраивает вас обоих, если это не противоречит закону, то это и есть норма. Норма вашей пары, норма ваших сексуальных границ. Все. То есть, да, я еще раз хочу показать, чем вот такие комментарии, ну, они, ну, что ли, опасны, да. Что мысль, что здесь идея в том, что есть что-то хорошее, плохое, потребное и непотребное. И за то, что не вписываются наши рамки, мы будем осуждать. То же самое, да, что гомосексуализм. Не вписывается в наши рамки, мы будем осуждать. БДСМ, то, что раньше было, да, тоже не очень вписывалось в рамки, и все такие, о, извращение какое-то. Сейчас к этому, слава богу, уже, да, более-менее нормально относятся. Но все равно, да, это что-то такое, мы будем это осуждать. То есть, еще раз хочу сказать, да, здесь моя главная идея в том, что норма то, что норма для вас. Нету такого, что одни люди, да, что ученые этим не занимаются. Господи, да, конечно же, занимаются, да. Нету такого, что вот мозгов нету, все, я буду, не знаю, развратным. А вот я ученый, и мне некогда думать о, и вообще думать, заниматься сексом. Таким сексом, как мне хочется. Более того, да, я здесь хочу сказать, что как раз вот в тот же БДСМ часто уходят люди, либо в БДСМ практики, да, какие-то именно. Уходят люди, у которых очень много напряжения на работе, которые на самом деле занимают высокие посты, у которых все очень хорошо с головой, хорошо с мозгами, и у которых постоянно-постоянно на работе какой-то должен быть контроль. Да, вот я держу всю эту фирму, на мне все завязано. Я ухожу в БДСМ, я не хочу ничего решать, я хочу хотя бы вот там 40 минут, час, побыть тем человеком, от которого ничего не зависит, снять с себя это напряжение. А можно сказать, фу, извращенец, нет, конечно. Либо тупой какой-то, да, нет, конечно. Да, здесь еще интересное про норму тоже, да, вот если уж мы начали говорить, что то норма, что норма, что норма, зависит, конечно же, от того времени, той эпохи, в которой мы живем, потому что то, что было нормально, допустим, в Древнем Египте, вообще Древний Египет считается самой открытой в сфере секса эпохой, так, в Древнем Египте эпохи, эпохи это была самая открытая к сексу. И то, что было у них нормально, у нас сейчас считается извращением. У них был культ секса, у них был культ фаллоса, для них это все было открыто, естественно, это был символ плодородия, а для нас, да, нельзя прилюдно с кем-то заниматься сексом, оргий, да, фу-фу-фу. Опять-таки, сейчас немножко расширяются эти границы нормы, но тем не менее, то есть, да, я еще раз хочу сказать, что это было нормально, да, там также были времена, когда переодевались в женщину, в женщины, в мужчины, устраивали, да, вот эти огромные бабалы, и это тоже было нормально. Сейчас, наверное, тоже скажут, что, что, это какое-то извращение, мужчины переодеваются в женщин, и это игры какие-то, фу, они что, они нормальные? Нет, это просто зависит от эпохи. Люди развлекались как могли, и, опять-таки, вот эти рамки, они были совершенно разными. Да, 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 да. Собственно, вот так, последнее, что я хотела сказать, это, когда это, знаете, нормальный и ненормальный, вот, наверное, когда можно, ну, не то, что можно шеймить, но когда, на что можно обращать внимание. Вот в этой ситуации никто не нарушал границы другого человека. Конечно же, когда ситуация такая, что человек нарушает границы, конечно же, за это должно следовать наказание, следовать порицание, какой-то стыд, можем стыдить, что, блин, нельзя так делать, где мы ставим границы. Поэтому, собственно, и мы говорим маленькому мальчику, девочке, когда он начинает мастурбировать, что мы говорим о том, что да, я понимаю, это все нормально, но это можно делать только, когда ты находишься у себя в комнате, когда это никто не видит. Потому что, собственно, если ребенок делает это прилюдно, он нарушает границы других людей, потому что не каждый хочет смотреть, как маленький ребенок начинает себя трогать. И, в общем-то, все с остальными людьми точно так же. Конечно же, да, когда происходит, например, экзибиционизм, конечно же, мы не хотим видеть просто так, увидеть половые органы, обнаженное тело другого человека, да, когда он сплощен такой, хоп, приходит, да. Разумеется, мы этого не хотим. И это нарушение границ. Нарушение, конечно же, границ, когда присылают видео со своим членом, да, малознакомой девушке, с которой там только-только познакомились. Это нарушение границ? Это, конечно же, нарушение границ. Здесь никто не нарушал границы. Здесь украли видео и слили. И в этом есть большая разница. В общем, вот так, ребят, моя главная, да, была идея в том, что мастурбировать это нормально и нормальная потребность человека, нормальные желания человека. И очень-очень страшно за это шеймить. Потому что это сопровождается общим таким, да, вот стыдом, что мы начинаем сами воспринимать, что это что-то, возможно, отвратительное. Либо если те люди, которые еще не определились, да, то это добавляет вот в их копилку того, что этого делать нельзя, этого нужно стыдиться. В общем, да, стыдиться этого, стыдиться того, что муж это делает, воспринимает своих партнеров не так, как есть. Все, ребят, я прошу, ставьте лайки, если вам видео понравилось. Это очень важно для того, чтобы продвигался YouTube мой канал, подписывайтесь на канал. И до следующего видео. Пока-пока.